Всем большое спасибо! Я думаю, что представлять Нину Алексеевну вряд ли нужно вообще. Доктор... Да? Да. Профессор, руководитель курса театровидения в ГИТИСе Нина Алексеевна Шалимова. АПЛОДИСМЕНТЫ Я прошу прощения, выхватываю Ольга. Я прошу прощения... АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Все хорошо, да. Мы должны поговорить о чем-то, да? Об Островском. Как он мне надоел за этот год? АПЛОДИСМЕНТЫ Сезон Островского. Естественно, все театры ставят Александра Николаевича, поскольку Министерство культуры дает на это деньги. Ну, раз деньги дают, надо ставить, все понятно. Вот. И что же у нас с Островским происходит в 21 веке? Вот вопрос вопросов. И что в нем такого хорошего? Если что-то есть. Насколько оправданно наше обращение к Островскому в 21 веке? Что мы от него ждем? И самое главное, что он говорит молодым. Что молодые способны из него вычитать. Про что истории-то? Может, правда, я вот не всех вижу, а так вижу. Может, на сцену поставить? А давайте наверх все-таки. И вот еще наверх. Правда, когда на сцену, я себя чувствую самозванкой. Все-таки это место для актеров, понимаете? Да, так недалеко только, вот сюда вот так вот. Спасибо. Можно вот так вот? Сейчас я попросу. Что это было слышно? Нет. Значит... К чему я иду? То, что мы ставим сейчас Островского, это, конечно, важно. Весь вопрос в том, возникли ли у вас желания через 10, 20, 30, 40, 50 лет играть Островского. Что там в его персонажах есть такого, чтобы что-то было сказано душей и сердцу зрителя? В этом самый главный вопрос. Время на дворе, прямо скажем, не Островское. И, допустим, Уильямс или Матэй Вишник, или Савомир Мрожек, или Стопард ближе нашей душе, нежели вот такой вот замшелый, такой архаичный, такой старообразный Островский. По этому поводу мне вспоминается один случай. Островский просил государя-императора о пенсии. По пенсии ему была не положена, поскольку он всю жизнь был на больных хлебах. Он писал пьесы, получал для них гонорары какие-то, и на это существовало. На государственной службе он не находился. За что ему пенсия, она ему не положена. Но тут вступает в дело чисто русский фактор. У него брат был Михаил Николаевич Островский. Не кто-нибудь, а министр государственных имуществ. То есть вы представляете, какая взятка-лёбкая должность. Насколько могущественен такой министр. И он за брат это похлопотал. И ему была выделена пенсия. Она правильно была выдана. Не по формальным основаниям. Хотя Островского срочно приняли на службу в дирекции императорских театров. Но не это. Служило формальным основанием для того, чтобы дать пенсию. Ну знаете, как поддержать Пушкина? Он должен был быть на государственной службе. И вот ему дали камеры юнкера. И он с этим позорным званием последние годы своей жизни прожил. До Островского звания было по именованию должности было поприличнее, повыше по должности. Но тем не менее. Значит, дали ему пенсию 3000 в год. Это большие деньги, на них можно было жить. И, как положено в таких случаях, Алуидиенцеву, государя императора. И Александр Третий спрашивает его, а вот красавец-мужчина, что вас побудило написать такую странную пьесу? Я офонарила от этого вопроса, когда прочла об этом вспоминаю. Первое, что государя император пьесы читает. Представить себе не могу, чтобы наш президент в жизни хоть одну пьесу прочитал. Чуть как-то не укладывается у меня в голове. А тут читал и даже оценил соответствующим образом странную пьесу. Что вас побудило ее написать? Гениальный ответ Александра Николаевича. Дух времени таков, Ваше Величество. Я кинулась перечитывать пьесу. Что же там за дух времени? Потому что, когда первый раз читаешь любую пьесу Островскую, кажется, был такой простенький конфликт, такие элементарные характеры, такие, в общем, примитивные ходы, что, зачем его ставят больше полутора веков, что там находят. Причем гениальные спектакли есть. Как это вот вычитать из такой... Из такой простоты, про которую можно сказать словами древнерусского летописца «Простота без пестроты». И, может быть, в этой простоте дух века фиксируется так неожиданно, как больше ни в каком другом произведении. И когда я читаю сейчас или смотрю в театре Островского, у меня неизбежно сворачивает потом мысль на дух времени. Дело в том, что вот я вижу здесь очень много молодых лиц, и, может быть, вы это ощущаете не так остро, как я, которая отчасти живет уже не в своем времени. Это ваше время, это мое. И что это за время? Я не очень понимаю. А у Островского нахожу ответы. Дух времени, Паков, Ваше Величество. Я явилась сюда с фестиваля Островского, Дни Островского в Костроме, и последний спектакль, в котором завершался фестиваль, был как раз «Красавица-мужчина» Петербургского театра на Литейном. И мы потом уже в свободном общении говорили об этом, какая-то дикой пьеса, и что, и как, и зачем, и почему. Дело в том, что вся тайна и весь секрет исполнения Островского в этой немыслимой простоте его сюжетов, лиц, характеров, конфликтов. Это так просто. Сильный обижает слабого. Ну, ребят, если мы так поглянемся вокруг, 365 дней в году где-нибудь в России сильный обижает слабого. Что тут такого? Или молодой человек не может пробиться, хотя он и образован, учился неплохо в университете, и толковый парень, и небесдарный, пробиться не может. Остается никто, нигде и звать его никак. Тоже история самая обычная. Тем более, что для молодого человека вопрос о том, как состояться, как быть включенным в современную реальность на правах, как сколько-либо заметные и значимые фигуры. Это вопрос вопросов. Мне однажды был короткий диалог. Мы разбирали со студентами доходное место. Ну, пьеса известная со школы и очень примитивная и приблизительно описанная у Добролюбова, потом многократно растиражирована. Вроде как, вот, общественная комедия «Взятки брать нехорошо». А кто из нас, обменяемых людей, считает, что «Взятки брать хорошо»? Что же ломиться в открытую дверь? Ну, нехорошо. Но без них же никуда, если по-честному. И писать пьесу «Против взяток», честное слово, не для этого пьеса пишется. Какая-то другая история там заключена. Какая? И вот мы разбираемся с студентами. Это самое доходное место. Что там происходит? Четыре молодых человека, жадов, белогубов, досужев, мыкин, которые находятся в начале своего пути. Вот только что они закончили. И им надо, ну, как-то состояться. Надо сказать, что пути-то очень кривые для этого. И ни одного прямого, честного, нормального пути. И вот мы разбираем, разбираем. И, а там студент какой-то сидит на задней партии, что-то пишет. Что-то пишет, иногда в мобильник что-то там тыркает. Я говорю, чем занимаемся? Он говорит, Нина Алексеевна, а я тут посчитала. Если я буду вести себя так, как предлагает жадов, то на Хрущеву, однокомнатную с Амкадом, я заработаю через 143 года. Дело было на продюсерском факультете, а не считаю, ты хороший. При этом ни есть, ни пить, ни обуваться, ни одеваться я не должен. Вопрос. Как жить молодому человеку с такой социальной перспективой? Если он будет по-честному, то через 143 года, значит, однокомнатная Хрущева с Амкадом, пожалуйста. В ярославских параметрах, Заврагина. Поступил в Волковский, живешь на зарплату, и через 143 года, пожалуйста. И я должна сказать, что как бы ни менялись времена, режимы, структура власти, проблема остается. И кто скажет, что она не жгучая, хоть для кого? Я видела один спектакль по доходному месту в Вологодском театре, где первая сцена – вот дилемма, а вторая сцена – уже жизнь пошла. В этой пьесе есть гениальная фраза, я ее очень люблю, реплика богатого, состоятельного, достигшего известных чинов дядюшки и своему племяннику. Жадову. Он ему говорит, «Благородная бедность хороша только на театре, а ты попробуй-ка в жизни». Собственно, вся пьеса про то, попробовать в жизни. И Островский на театре показывает, как в жизни, и не врет. И выясняется не то, что не решаемость проблем, не про проблемы пьесы пишутся, а про жизнь. А выясняется, что каждый человек каждый раз в конкретный какой-то свой момент жизни должен эту проблему без себя решать. И вот как он решит, в этом-то все и дело. Альтернатива Жадова — это Глумов, который выбирает совсем другой путь, и которого никакие благородные бедности не интересуют в принципе. Талантливый парень с мозгами, с великолепным чувством партнера, как он чувствует собеседника. в конце, пожалуйста, на наших глазах за два часа парень скорбился так, что не поднимешь и ничего не сделаешь. И так далее, и так далее, и так далее. Островский цепляет какие-то очень важные вопросы. И это вопросы человеческой жизни. Но они рассчитаны на человека с совестью. Тут еще вот что. Ведь и Глумов, и Жадов с их печальной историей, вообще-то это комедии. Что это за комедии такие странные? Я помню, был у нас студент, Юра Ставцев. И он мне говорит, Нина Алексеевна, ну читала я Вашего Островского, что-то не впечатляет. Я говорю, попробуй прочитать «Последнюю жертву». Может, тебе что-нибудь приоткроется. Через неделю заканчивается лекция, я иду на перекур. и уже вся там, естественным мыслям на перекуре. А он мне вслед. Нина Алексеевна, секундочку. Я говорю, да, и иду не останавливаясь. Он говорит, ну прочитала я «Последнюю жертву». И что? Я не понял самого главного, почему комедия? А я-то уже окончил лекцию, я уже иду, и мне неохота связываться, и что-то там объяснять. Я говорю, это такой вопрос, как я его объясню. И я так отмахнулась от него, говорю, ну никто же не умер. А у меня, а чайка? Я говорю, Юра убил. Я столько чайок видела за свою жизнь, целую страю. Но ни одного спектакля, решенного в жанре комедии, я не видела. Все драма. А действительно, один герой при смерти, другой вот-вот стреляется за сценой в финале. Комедия. Счетом наших классиков, представление о комедии более чем странное. Сейчас Петербургский театральный журнал выпускает номер, посвященный смешному в театре. И они, ведущим специалистам по истории театра, задали вопрос, «Что смешного у...» Ну, там, Барташевички, «Что смешного у Шекспира, Селенский, что смешного у Боба Де Вега?» Мне, естественно, задали вопрос, что смешного у Островского. А я не знаю. Потому что комедия невероятно трудный жанр. потому что с драмой проще. На всех странах, на всех континентах, во всех странах, во все времена плачут люди и горюют примерно об одном. А вот смеются они над разным и по-разному. И смех, юма, комическая, глубоко национальна по своему характеру. Их корни уходят в то, что юмор называл коллективным бессознательным. И всем понятно, что английский юмор отличается от французского, еврейский, от армянского, а немецкий, не дай бог, у них, по-моему, с юмором совсем проблемы, от русского. И поэтому написанные мировыми классиками драмы и трагедии больше пользуются вниманием и на язычного, и на язычной публике, и на язычного театра, и на язычной аудитории, чем комедии. Потому что то, что смешно по-русски, может выглядеть совсем не смешно по-французски или по-английски. Вот такая комедия «Лес», которую я очень люблю. Я думаю, что в этой комедии Островский наиболее глубоко раскрыл, во-первых, философию театра, причем русского театра, национального, а во-вторых, что очень ценно, психологию актерства. Потому что, конечно, актеры, люди ненормальные. Начинаю я с режима дня. Понимаете? Все добрые люди уже часа два, как работают, актер только глаза протирает, проснулся. В 12 часов все люди добрые уже спят, а актер только что вернулся из театра, и у него самый жор начинается. Понимаете? Я уж не говорю о том, что все порядочные люди отдыхают в субботу в воскресенье, а актеры в понедельник. Что это за выходные так? И вообще измерение времени, что важно, что не важно, когда приказ о распределении ролей гораздо важнее дня рождения жены или себя. То есть вот поймать эту черту, без которого нет актера, во всяком случае в русском варианте. черту сверхбыдности, черту вот этого сумасшедшего идеализма, на которой, собственно, и держится театр. и в фору первого сентября, входя в аудиторию актерского факультета, говорит, привет, придурки. Почему придурки? Да потому, что умные люди в высшую школу экономики идут, а не в театральный институт. Значит, дело неверное, дело непонятное, дело без всяких гарантий, и кем надо быть, чтобы ринуться в эту немыслимую профессию, где столько вранья, злобы, фальши, зависти, обмана, подделки. И оказывается, что все это вместе должно со сцены говорить про правду жизни. И вот на этих парадоксах строится театр Островского. Именно на этих парадоксах с его более чем странными сюжетами, а они очень странные, трилогия об Эльзаминове. Вот у меня вопрос, кто такой Миша Эльзаминов, чтобы про него три пьесы писать. Про Гамлида одной и хватило. На Мишу оказывается одной пьесы Мурава. Три пьесы. Как Миша Эльзаминов за счастьем ходил. Он мог бы еще 33 пьесы ходить. У меня был один звонок. Давный выпускник. звонит Нина Алексеевна. Мне дали Буланова в лесе. Я не знаю, что делать. А парень не глупый, читающий, с мозгами. Я говорю, а что тебя так затрудняет? Ну, он же дурак. Я говорю, Алексей говорит, как думают умные люди, нормальные, наделенные здравым смыслом, мы все примерно знаем. Ну, мы нормальные люди, наделенные каким-то здравым смыслом. Но ведь это очень интересная творческая задача, раскрыть на сцене, а как дурак думает. Ну, уж тоже мысли идем. Вот как Миша Вальзаминов думает, мыслит. А он мыслитель, фантаз, мечтатель, замоскворецкий. И мы можем взять самые простенькие сюжеты, самые элементарные характеры, можно сказать, одноклепочные. И вдруг выяснится, батюшки, да это целая вселенная. И она такая странная, эта вселенная. Как писал Анри Барсак, знаменитый театральный критик французский, посмотрев лес, он посмотрел лес и с очень большим удивлением написал, здесь презирают деньги. Понимаете, с французской точки времени это не снимать. Презирают просто и без усилий от этого врожденного русского непочтения к деньгам наших героев не излечить. Интересно, что когда в комедии Францис Петр Наумович Фоменко поставил лес, французская критика написала, что знаменитые французские актеры, академики недостойны этого спектакля. Здесь есть смысл разбираться, что же там такое случилось, в чем же недостойство, чего нельзя объяснить, чего нельзя объяснить иностранной публике. Ведь не секрет, что при всемирной славе Достоевского, Чехова, Булгакова Островский остается драматургом местного значения. Им, конечно, занимаются в Европе, но это дело специалистов словистов, даже еще позже русистов, причем основном филологов. То дело не только в странностях языка, имен отчеств, понимаете, ну, когда он называет героя Самсон Силыч Большов, как это на нерусское ухо, или только выговорили, выговорили, Филициата Герасимова, и все, или Настасья Панкратевна, вот та самая Настасья Панкратевна, которая такая москворецкая, крепкая, мещанка, ничего в жизни не боится, кроме двух слов, металл и жупел, как услышу, так затрясусь вся. Че она трясется от слов металл и жупел, непонятно. Посмеяться над ней натурой такой очень просто. Вообще быть героем умнее героев Островского нетрудно, любой из нас умнее. Всяко разное на полкнижки больше прочитал. Но войти в это строение души, в эту структуру личности, в этот круг сознания невероятно трудно. Здесь проходит ключевая линия, отсекающая, отделяющая Островского от нас. Потому что при видимой простоте его творчества нам недоступен человеческий объем и богатство выведенных им на сцену людей. Мы примитивнее. Мы менее одарены в человеческом отношении, чем вот эти простенькие персонажи. Мы же привыкли к понятию талант относиться профессионально. Ну, так, научный талант, театральный талант, актерский и так далее. А у Островского герои талантливые не специально, а человеческие. Они внутри цветные. и когда его герой из горячего сердца Хуэнов говорит его бедный запутавшийся в долгах парень просит повременить с долгом. Говорит, я на душу вашу полагаюсь. Он слышит в ответ абсолютно гениальное. Ты почем мою душу знаешь, когда я ее сам не знаю? Потому как это зависит в каком я расположении. Он не кучерявый говорит. У него душа кучерявая. И здесь мы подступаем вот к той самой структуре личности, которая трудно доступна современному актеру. И современному человеку в принципе. Потому что мы привыкли человека, ну на это направлена вся позитивистская наука, делить как бы на два этажа. Бессознательное и сознательное, и, что то же самое, уйдурное в человеке. И драматургия, которая образы строит на таком понимании человека, нам гораздо понятнее, чем драматургия, которая основана на христианском понимании личности, где оказывается, что человек в его культуре, в его обиходе, это еще не все, что есть более глубокий уровень человека, а именно духовный. иными словами, подтекст более-менее понятно, что это такое, и как с этим обойтись, и как это играть. Про это еще гениальная Ольга Осиповна Садовская, великая старуха малого театра сказала, посредственные актеры играют только черненькие строчки в роли, а хорошие актеры беленькие строчки играют тоже. И вот раскапывать, что там в беленьких строчках между черненькими, какой подтекст более-менее современная технология актерского дела умеет. А у Островского текст, что странно и парадоксально, всегда совпадает с подтекстом. А вот как это играть уже никто не умеет. Ну, никто это я покрячилась, конечно, но это играть гораздо труднее. В свое время Достоевский, один из самых сложных русских писателей, безмерно, бесконечно удивлялся тому, что персонажи Островского говорят прямо от души. Вот Достоевскому это было непонятно, как так можно. И если сейчас я не задаю этого вопроса, права не имею влезать в чью-либо личную жизнь, ну, кто последний раз прямо от души сказал то, что у него на душе есть своему собеседнику. Просто попробуйте вспомнить. Во-первых, у актера, подступающего к работе над рулем Островского душа как минимум должна быть. А во-вторых, она должна включиться в работу над рулем, потому что у персонажа Островского душа есть всегда, а над этим уровнем создания характера работать гораздо труднее, чем над каким-либо другим. То есть речь идет о том, что можно назвать сверх текстом драматургии Островского. Ощутить его, ухватить его и попробовать не характер, который в конечном счете можно имитировать приемами владения характерностью. Сочинить ту или другую характерность, внешнюю или внутреннюю, вперед из песни. Это будет скучно. Цветисто, ярко, скучно. А найти в роли момент, где душа заговорила, во-первых, надо очень твердо верить, что она у твоего персонажа есть, а второе это подключить свою душу. И вот здесь оказываются главные загадки и разгадки, секреты и ключи к тайнам персонажей Островского. Потому душа душа как антропологическая категория. То есть душа как категория учения о человеке. Это то, что вообще в сознании современной психолога, психоаналитика, психиатра вообще отсутствует. по этому поводу автор статьи «Психология» в британской энциклопедии «Психо-логос». Логос – знание, психо – все помнят душа. Знание души, учение о душе. Автор статьи «Психология» пишет «Бедная, бедная психология». «Психология» «Сначала она потеряла душу, потом сознание, а теперь беспокоится по поводу поведения». Поведение персонажа продиктованное душевными струнами героя. Найти эти струны. Иными словами, мы, к сожалению, очень часто, чаще, чем хотелось бы, видим на сцене персонажей активных, персонажей раскрашенных, причем такой, знаете, краской вырыли глаз, кислотными прямо тонами. А во множестве, если не во всех персонажах Островского, актер должен работать не театральной мускулатурой, а нервными окончаниями. Душа, сердце, совесть. вот из чего состоит, на чем крепится характер персонажа Островского. У него сердце какое, у него душа какая. Как только вы видите в тексте слово «душа» у Островского, вы, как артисты, должны немедленно сделать стойку. Здесь какое-то важное событие заключено. Но для этого нужно, во-первых, не пропустить это слово, а читать сегодня мало кто умеет и пропускает не только эти слова, но и все другие. И думает о том, как раскрасить текст, вместо того, чтобы подумать о том, а что это значит, а о чем говорит персонаж. Потому что в Островском может быть более, чем в каком-либо другом педагоге, актер на сцене должен работать не словами, а смыслами слов. Больше, чем в каком-либо другом драматуре. Потому что у Шекспира ты так или иначе к этому потянешься. Он так застроен. А у Островского вроде нет такой застройки на смыслы. Но на самом деле его герои, во-первых, абсолютно не произносят взвешных слов, а во-вторых, каждое слово в тексте его персонажей, оно наполнено очень конкретным, предметным, точным смыслом. И если героиня говорит герою, душа тут тебя чернильная, то надо понимать, что это такое, чтобы произнести эти слова. Я, к сожалению, очень часто вижу и слышу, там, говорит герой, не пой ты, не терзай мне душу. А я вижу, все у нее тактер. Ни душе нет, ни песни он не слышит, которую герой не поет, ну и так далее. Время. А между тем, жизнь человеческой души в потоке исторического времени и в тех предлагаемых обстоятельствах, которые тебе жизнь предлагает. Я в свое время была такая в издательстве «Вагриус», «Вагриус» вышла «Энциклопедия литературных героев». И я там писала не только про Островского, я про Чехова писала, про Сухова Кобылина статьи, авторская была энциклопедия. Больше всего я замучилась не с Раневской, как может показаться, не с Расплюем или Кричинским. Больше всего я замучилась с Катериной Кабановой и со Снегурочкой. Они у меня во-первых не помещались в объем. А там четко такое-то количество знаков и никаких плюс один. Или дайте мне еще две строки, не дадут. Объем четко обозначен. И вот одна у меня никак не могла растаять в начале Солнца, а другая никак не могла ее утопить. Так вот, значит, ну да, потому что уже надо статью финалить, а там не то, что утопить, она мне в обрат еще не сходила. Все же что-то происходит. И я тогда всем надоела и ходила и на вскидку у всех спрашивала, а, кстати, говорю, отчего люди не летают? И получала самые разные ответы и коллекционировала их. Гениальный ответ мне дала Инна Натанна Соловьева, знаменитый, наш профессор, специалист по истории МХАТ, тоже так-то о чем-то разговаривала. Я говорю, о, кстати, Инна Натанна, хотелось спросить, отчего люди не летают? Она на меня посмотрела мудро-мудро, ну, я еще сильно моложе была, если это можно сейчас поверить, то да. значит, она так на меня посмотрела взглядом старого гора Григорий Толунина, что им не положено летать. Мне так обидно стало, ну, как это? Ну, как это человеку не положено летать? Зачем же нас на свет рожали в таком случае? Тем более, что тут еще у нас в моде было, мы переделали фразу Горикова «Рожденный ползик летать не хочет». Совсем не то, что летать не может. Он не хочет, ему голову не приходит. Что, оказывается, можно взлететь. И вот от этого у меня родилась фраза о том, что душа Катерина в финале грозы совершает свой последний полет. Что бы там ни было, но она взлетела. И помню спектакль Чусова, это одна из первых постмодернистских обработок классики на наших сценах. Я посмотрела, пьеса была естественно сильно переписана в каких-то местах, в каких-то сокращена. Островского можно сокращать. Так же, как и Шекспира или, не дай бог, Савокла. Ну, можно. Время меняется, что-то меняется. Но в этих случаях театр должен очень внимательно смотреть, что он сокращает. и вот я посмотрела, что же сократила модная режиссерка в грозе. Что вычеркнуто? Оказалось, вычеркнута немного, немало душа. Все упоминания о ней вычеркнут. и это уже принципиально. Там есть знаменитая сцена в овраге. Знаменитая сцена в овраге встречаются двое молодых людей, Тихон и Борис, оба пришли на свиданку ночную и понятно зачем. Затем, как и должны проходить горячие летние ночи у молодых. Островский к этому относится очень нежный я бы сказал, очень политический молодые должны любить. Когда же еще любить? В 40 уже о душе подумают. А в 18, 25, 30 и надо влюбляться, любить и так далее. И вот ночная сцена тайная запретная любовь встречаются двое молодых людей. Борис Григорьевич и Кудряш. Борис Григорьевич не повезло на русских сцена с самого начала. Потому что Добролюбов, а он достаточное количество десятилетий действительно владел умами на самом деле. Добролюбов сказал, и все сразу подгон низкий. Белинский, Добролюбов, Чернышевский. Их власть над сознанием в искусстве была очень велика и сильно повредила, надо сказать, прежде всего Добролюбову, потому что, прежде всего Александру Николаевичу, потому что все как со школой темное царство. И так вот читаешь Астровского одну за другой пьеса. Думаешь, дальтоник он что-либо добролюбов? Как он мог такое красочное, такое цветное, такое обильное цветами, оттенками, тонами. Царство назвать темным. Где глаза у тебя пыли? Не говорю уже про душу. Нет, вот обличать. Че обличать? Че не знаем, что все с пятого класса все знают про нашу жизнь? Че тут обличать давно обличенные, разоблачать давно разоблаченные? Люди все обменяемые и так далее. Так вот, не повезло Борису Григорьевичу, потому что Добролюбов про него сказал, что он ни рыба, ни мясо, что вообще он обстоятельства, а не человек, и Екатерина в него влюбилась на безрыбье. И получается, я еще видела ряд гроз, где Тихон явно слаб по мужской части. И тогда и получается, что у Катерины Кабановой все ведают недодраха. Понимаете? Ну, что такое? Стоит ли про эту пьесу писать, тем более, что про это гениально пишет Тенниси Уильямс. Хоть кошку на раскаленной крыше возьми, хоть трамвай желания, хоть или у Нила, допустим, любовь под вязами. Они про это пишут гениально, и там такие глубины человеческой личности вскрываются. Островский это тут при чем? Так вот, мне повезло, значит, Борису Григорьевичу разлюбленному избраннику Катерина настолько, что первые любовники весь девятнадцатый лет, подписывая контракт с отрепренерами, специальным пунктом оговаривали, что они не играют две роли. Бориса Григорьевича в грозе и Нелькина в свадьбе Кричинского считали с роли неблагодарные, играть там нечего, может быть, первому любовнику там играть, конечно, и нечего, потому что тут не годятся готовые амплуа, здесь что-то другое должно происходить. Надо сказать, что я видела много кудряшей на сцене, и ни одного кудряша тоже хорошего не видала, потому что там есть шикарный диалог, он мне страшно нравится, они в первой картине сплетничают про Дикого, который там ругает племянника, и кудряш говорит, жалко у него детки, все, дочери все, малые, больших ни одной, Шаркин у него спрашивает, а то что? Говорит, а то-то я его умашил. Больно лих, я на девок-то. И все, значит, берут это за основу и как кудряш так вот фуражка, тут красная гвоздика, тут гармошка, тут сапоги, значит, блестят, красная рубаха, вот он, первый парень, значит, на посаде. То есть, вот эту сцену ночного между Кудряшом и Борисом Григорьевичем все вроде читали, но не вычитывали то, что в ней написано. У них сначала недоразумение произошло по поводу кто тут за какой бабой пришел, выяснилось. И дальше идет сигнальная и очень важная для театра фраза Бориса Григорьевича. Он говорит, Кудряш, можно с тобой по душе поговорить? Ты не разболтаешь? И Кудряш моментально делается серьезным. Он говорит, это ничего, можно, говори. И Борис, которому некому сказать, он тут один, ему некому, а сказать вот так надо. это вообще необыкновенная любовь с Борисом и Катериной. Они же не знакомы друг с другом, они просто видели друг друга вот в толпе на гулянии, но вот увидели и оба пропали. Ей нельзя, ему нельзя. Катерине надо про него говорить и Варя ее вот столичка пожалела, она все и сразу выложила. И Борису надо говорить, а в кому? И вот он, если по душе, и он видит, что можно с Кудряшом по душе, и он ей сознается полюбив. Дальше текст гениальный. Он говорит, ах, Кудряш, как бы ты ее в церкви видел, когда она молится, на лице такая улыбка ангельская, а от лица как будто светится. И гениальный ответ Кудряшом говорит, так это молодая Каванова, что ли? Ребята, он опознал по этой примете ту единственную в городе Калинове, у которой лицо на молитве светится. Ряду, тихо, ворва Кабаних об упор не виден. Значит, это ведь говорит не только о том, что Борис не врет, ну, он как бы может сочинить, вообразить, он же влюблен, чего влюбленного не помстится, но Кудряш-то не влюблен, у него своя баба есть. то есть он выходит, видит этот цвет от лица. Я уж не говорю о том, как это играть. Ты же не будешь ходить и вложить по сцене? А мы-то должны в это поверить, что у этой женщины вот там в церкви другая жизнь не держит. То есть Кудряш с одной стороны выступает в качестве независимого свидетеля, но в то же самое время это что-то нам в Кудряше открывает, раз он это видит, ценит и по этой примете опознает. Борис же не назвал имени, он только сказал, что замужную полюбил на свое несчастье. И тот ее опознал. Это нам доказывает, что этот цвет от лица героини реальный. Это на самом деле так. То есть Катерина Габанова, которая не особо ученая, книжек не читает, это я ехидничаю по поводу Добролюбова, которая говорит, что вот Катерина, она не развитая, ни одной книжки в жизни не прочла, как будто если ты много книжек прочитала, у тебя тогда счастье придет. Точно знаю, нет. Оно от другого приходит и неожиданно, и освещает всю жизнь. А тут получается, вот книжку мечтала бы не бросилась. Мама лата у наших молодых семинаристов. Правда, молодых ему было-то всего 24 года, совсем мальчишка, по сути, делок. Он в 27 уже умер. То есть, вроде бы такая, если обличать темные нравы, то ничего там не обличишь. И у нас обличали, обличали 200 лет, 150 точнее, и что-то как-то совсем уже на грозу стали тохлыми глазами смотреть. А ведь когда грозу играла любовь Павловна Никулина Косицкая, женщина, от которой Александр Николаевич голову потерял, у него жена не венчаные правда живут, но все-таки жена четверо детей, а он вот на Любашу и полюбил сил никаких нет. И на премьере, когда Любовь Павловна вышла на последний монолог, сказала «Как мне по нем скучно!» И пошла набирать высоту, вы помните, да, отчего люди не летают, какой взлет, какое ожидание, какое все в финале и как и дом мне постыл, и люди постылы, все, она гасит мир вокруг себя, потому что она знает, с какой высоты она упала. Если бы мы с вами упали, я думаю, не сильно бы и расширились, ну, может, так, чуть-чуть ушиблись, потому что мы-то вон там, на лесенке, самые-самые, а она с такой стороны, что в дрель сгерошилась, потому что она знает, какой грех она совершает, она заповедь нарушает, не прелюбовь, сотвори, а ведь относительность нашей житейской нормы заключается в том, что если нельзя, но очень хочется, то можно, а в заповеди Божьей нет условий, нельзя и все, не убей дочка, мы когда на эту точку-то натыкаемся, мы сразу, ну, а вдруг враги нападут, и когда в этом злодеи встретятся в переулке, тогда-то можно, а с Богом не торгуются, не убей и точку, чти отца своего и мать свою, точка, а если у тебя папенька такой паскудок, как Федор Павлович Карамазов, как его чтить? Вот Алёша Карамазов и падает в обморок, потому что он не может выполнить эту заповедь, и его разодрало, и он потерял сознание, там не написано «Чти отца своего и мать свою, если они хорошие». Там точка стоит, всё. И наткнувшись на эту точку, Катерина и гибнет. Всё равно, что смерть придёт. Или сама ожить нельзя, грех. и жить так нельзя, грех. И помирить самовольно, грех страшный, не замолите его. и когда она выходила на эту последнюю и поют, что поют, точно кого-то хоронят, не разберёшь. Вот идёт эта путаница в голове, про которую замечательно сказал великий наш мыслитель второй половины XX века Сергей Чаверинцев сказал мгновение смерти это те мгновения человеческой жизни, когда бессознательно особенно близко подходит к сверх сознательному и они встречаются, натягивается струна. По этому же поводу другой великий гуманитарий XX века Лев Ефимович Чинский написал то, как изображается событие смерти в произведении открывает нам что-то самое главное в художественной философии любого писателя. И вот этот последний монолог Катерины какая-то уже немыслимая высота, которую должна брать актриса, потому что если монолог занимает чуть ли не целую страницу, то ныть там и лечь слезы и задыхался от горя и у кого угодно, понимаете, вот, обрыднет. Невозможно. То есть там что-то очень важное происходит, какое там событие происходит. И вот Островский сидел на премьере, пошла на этот взлет Никулина-Косицкая, и он сидит и говорит «Это не я, это не я, это Бог». Ну, подразумевается, конечно, не написал пьесу, но создал идеальную трагическую ситуацию. И все это в очень простых словах. Если не прочитать их как следует, то окажется, что эти слова так обременены важнейшими смыслами человеческого бытия, это не специфичная женская проблема, это не специфично социальная проблема. Это то, о чем писал знаменитый русский мыслитель Николай Бердяев «Трагично всякое личное, но самый высокий, самый предельный трагизм есть трагизм отношение человека к Богу». Вот это сыграть то, что как легко, как самолет с вертикальным взлетом выходила на этот монолог Мария Николаевна Ермолова или Федотова, которая по крайней мере заставляла плакать весь зрительный зал или была такая последняя наверное великая трагическая актриса, но не последняя конечно, но которая задала я бы так сказала тон и стиль трагизма 20 века речь о Болисе Георгиевне Коуне. Речь о Болисе Георгиевне Коуне, которая в спектакле Таирова в 23 году, то есть сто лет назад играла Катерину, играла сухо, играла сильно, подобрано и она играла трагедию невозможности покаяния. Неразрешено. Потому и трагедия. Если возможен хоть какой-то момент разрешения, тогда грамот. А то, что нельзя разрешить, это трагедия. Это та трагедия, в которой все человеческое, земное, мирское одухотворяется и идет вверх. Но только потому, что божественное очеловечивается исходит вниз. И вот эта встреча двух миров, она и в снегулочке есть. Она еще в целом ряде пьес происходит такими всполохами. Мне спектакль Андрея Могучего оказалось очень близко, где молнии возникают, гроза это электричество, они возникают в общем решении спектакля, и это так и отыгрывается, потому что если бы это не отыгрывалось актерами, это ни нафиг не нужно, как говорится. Как короткое замыкание между тем миром и этим. Молния в долины не ударяет. Помните, да, духовной жаждой Танин в пустыне врачной улочился, и шестикрылый Серафим на перепутье мне явился. Вопрос, почему к нам шестикрылые Серафимы не являются? Потому что нет той духовной жажды, которая притянет оттуда шестикрылого Серафима. Молния не ударяет в долины. То есть при кажущейся равновеликости человека на сцене, человека в зрительном зале, при кажущейся сумасштабности персонажей и публики, я уже не говорю про персонажа и актера, который должен дать ему плоть, плоть не только телесную, но и душевную, уловить, поймать эту нервную организацию и убедить нас в зрительном зале, что она именно такова. как таланты и поклонники. Там Александра Николаевна Негина, героиня этой комедии, которую Александр Николаевич Астровский нежно любил и подарил ей свое имя отчество. Она Александра Николаевна. как ее играть, если в пьесе все буквально, и те, кто ревнует, и те, кто злится на нее, и те, кто нежно к ней относится, ну, буквально все говорят, что она талант. А я сижу в зрительном зале, я должна видеть перед самым талантом. Это не условность. Ну, так же, как понимаете, в той же чайке, я так смело говорю, чайка, надеюсь, что все читали. Все-таки, да, актеры же тут, хоть и молодые, понимаете, вот ходит в чайке по сцене молодой человек, он кричит, он сгущается, где надо порогать? Он, так сказать, скандалит с матерью, объясняется в любви и не, вроде все делает, ну, как правильно. Я смотрю на этого молодого человека, который написал такую странную пьесу о мировой душе. Я должна поверить, что вот этот молодой человек способен написать такую пьесу. Все Кости Треплевы, которых я видела, алфавит до середины знают, какая-то пьеса. И я думаю, что за всю историю чайки у нас был только один правильный Костя Треплев. Это Мейерхольд. Вот когда на него смотришь, веришь, что этот молодой человек способен написать пьесу о мировой душе, а потом застрелиться, только чтобы не писать, как Тригорьев. Тоже был мне звонок. Нина Алексеевна, мне Костю Треплева дали. Вот я звоню спросить, он любит маму? Ой, как я знаю. Я говорю, Костя Треплев, который? А ты идиотские вопросы задаешь. Маму любит? Вроде читал же пьесу, пол роли уже наизусть выучил. Как он читал, что он ничего не вычитал? Потому что он знает, что пьесу о мировой душе написал чеков. Ну я тоже это знаю. Но ведь когда я в зрительном зале сижу, этот же вот это мальчик написал. А ему в душу наплевали. и он так и не оправился за 4 года. И так далее. У Островского я тут наехала слегка на Добролюбова. Сейчас я скажу то, что реабилитирует этого тогда совсем молодого критика, причем лишенного чувства театральности, театра. Он написал рецензию по сборнику пьес. Для него это был факт литературы Лето Островского. И он очень рано умер и не успел внутренне человечески подрослеть. Я помню, когда мою докторскую обсуждали, мне потом Инна Люциановна Вишневская, знаменитая наша специалист по русской драматуре, она говорит, Мин, что ты так наехала на этого Добролюбова? Он честно делал свое дело, сочинил принципы реальной критики. Я говорю, Инна Люциановна, отвалите от меня с этим Добролюбовым. Я старше его на субботу. Он уже помер, а я еще помер 27 лет, мне было вдвое старше. Кто из нас умнее? Плюс еще 150 лет социального опыта разница. Ну как же, смена властей, мировые войны, это же тоже все входит в социальный опыт личности. И я говорю, в конечном счете, я читала Беспреданницу, а Добролюбов нет. Потому что он уже помер к этому времени. Вот у меня ощущение, мне довелось быть в жюри в этом сезоне Островского и в Малом театре, и в Костромском театре драмы имени Островского. У меня такое ощущение, что очень многие театры они тоже не столько пьесу читали, сколько Добролюбов. Ребята, ну вы от себя-то по правде прочитайте. Вот по правде. как быть и что делать, когда влюбилась не в того, а это самая обыкновенная история всех русских героинь. Они все время не в того, в кому надо влюблялись. Прямо какое-то горе-зла-счастье, честное слово. А того, кого надо, днем с огнем не найдешь. Нет, ни на страницах романа, ни пьесы. Прямо тыщи и ищи. Я понимаю, что время уже идет и мне показывают, что днем аппарат, на спектакль еще ходить надо. Сколько домой? 15. А, то есть 15 минут я еще могу нолятить, да? Значит, так вот. когда вышли первые серии «Ментов», еще называвшиеся «Улицы разбитых фонарей», там была чудесная компания, актерская сомра, они классно зазернились до отказа просто. Все они были взяты из спектакля Бутусова в ожидании Гадо, и вот здесь, когда они работали, я помню, встретила Марину Юрьевну Дмитриевскую, я говорю, слушай, а вот этот парень, я еще фамилии не знал, я говорю, вот этот парень в Ментахтар, а какой вот его бы, Господи, посмотреть в привидениях? Он говорит, о чем может быть? Речь шла о Ниле, а этот Казанова, ох, как бы он сыграл все равно Бадаржирака. Потом, конечно, все это потрепало, истрепалось, выветрилось безнаказанно играть так долго в ментовских сериалах не проходит для актеров, выщенущивание происходит, но сначала, вот, всего-навсего мента играет, а видно, что он Ипсона может играть, всего-навсего пемента играет, а видно, что он может растана играть. Ну, а дальше все, как у Жадова с Белогубова. Жизнь коротка, искусству вечно жить хочется. Так вот, случай, который согрел мое сердце, и иногда, когда мне в театре становится тухло, я его вспоминаю, мне снова охота жить, и сохраняется вера в театр. Есть у Островского такая простенькая пьеска, называется «Трудовой хлеб». Мне там особенно нравится реплика Егора Копрова, одного из героев, который говорит «Конечно, можно ограничить свои возможности питаться одной только черствой коркой хлеба, но для кого же тогда будут расти ананасы?» Абсолютно замечательная реплика. И ситуация там такая, что героиня влюбилась да не в того, а как раз этого Егора Копрова, который деньги мотает, ни о чем не думает, аферы какие-то крутит, поскольку по принципу надо вертеться, надо изобретать, надо то-се, ну и короче крутится. и я пришла в последний момент, и мест не было совершенно, и поэтому в малом зале дело происходит, вот такая сцена, вот такой вот зальчик, только еще ближе сидят к тому, что на сцене происходит, и меня посадили вот сюда вот в первый ряд, стульчик поставили. И вот я сижу, а у меня чуть ли не в колене в колене гармонист сидит, и оформление все такое было милое, ситцевое, бесхитростное, вот гармонист, песенки наигрывая, вот тут половички какие-то домотканные, и вот эта домотканная ситцевая история и происходит, о том, как бедная Наташа значит, вот печальным образом ошиблась в своем избраннике. И осталась без денег, без никому, гениальную фразу произносит, ее может произнести только талантливый человек. И когда она узнает, что она вот так вот без денег, порогана, оскорблена, ее просто так вот использовали, она, такого слова не знает. Нету такого слова в ее лексиконе, но вот это переживание, а ведь любой человек в зрительном зале, да и из актеров тоже, ну, любой человек в жизни хоть раз, но проходит через ситуацию, когда тебя из пояс заболей. И это, и вот она это понимает, и идет монолог, и гениальный совершенно текст, и что мне теперь делать? И носить горе, носить горе, пока износится. А что тут поделаешь, ничего не поделаешь, все уже случилось. Ну вот, и я вхожу в зрительные залы, где-то примерно вот здесь, вот ряд, третий, четвертый, а там амфитеатр идут места в этом малом зале, входит большой, осанистый, бритый, золотая цепь надубит он, короче, новый русский. Он вошел прямо из-за анекдота в зал. Нас так всех оглядел, я сразу почувствовал, что я бедная и дурная. Он достал, ну это было еще в начале пересроки, он достал мобильник, а тогда еще мобильники были, мобильные телефоны, огромные такие, и все. И я помню, как в Сатириконе Константин Аркадий Чарайкин давал объявление перед началом спектакля отключите свои мобильные, у кого они есть, а свою крутизну будете показывать в Аттракте. Но сейчас уже это никакая не крутизна, мы все обзавились мобильниками, они подешевели, мы стали чуть-чуть получше жить, чем в 90-е и так далее. Но вот это было тогда, в 90-е. Значит, и вот он сел, весь такой вот вау, здоровый, матерый, ну честное слово, то ли из анекдота про новых русских, то ли из этих самодуров Островского. На нем, правда, смокинг, но все остальное из Островского. Пошло действие спектакля, я про него забыла. Хотя думаю, хотя у меня мелькнула мысль, вот такого сыграешь на сцене, скажут, наиграл, как конь. А он, вот он, реально. мелькарина. тем более, что в зале, это же не театр нации, это малый театр, там другая публика. Это в нации, там, да, там таких. Немного вопросов. Пойдем дальше. Так вот, идет, значит, эта история, разворачивается, и вот этот, значит, избранник, узнав, что есть отложенные покойной матерью оставленные какие-то деньги у его Наташи, он, значит, перед ней как, ах, деньги, бла-бла-бла, не могу, значит, и Наташа говорит, у меня есть деньги, немного, правда, но я их не могу трогать, они заветные. Он говорит, всякие деньги слышал, что бывают, что заветные первый раз. Он говорит, это мама оставила, когда умирала и сказала, что я могу, потому что я их трогать не должна и могу их отдать только своему жениху. Егор не ворвнул, а он говорит, Наташа, зачем дело? Вот я, давайте. Я жених. И эта дочка с переулочкой, да, побежала за кулисы, значит, возвращается, она, Ирина Леонова играла, она еще на четвертом курсе училась, это был подпуск, Лескиба, это была ее первая роль, первый выход на сцену Малого театра, совсем еще зеленая, да сейчас она уже, мать пятерой, детей, значит, и так далее, прекрасно, кстати, играющая в Тартюхе, вообще, классный спектакль Малого театра Тартюх, все там работают на ядер, и она хороша, Дарина. Так вот, вот тогда она еще совсем студентка, она выходит, вот отсюда, она выходит из, если от меня, то из левой кулисы, у нее вот так вот руки, платочек беленький на руках, тощенькая пачечка денежек, и она так ему доверчиво протягивает, протягивает жениху. В это время, вот этот самый, русский, про которого я и думать забыла, он себя, знаете, вот он сидел, и он так, не давай! И это было так здорово, это было так хорошо, зачем ставить Островского? Вот я думаю за этим, что каждый из нас хотя бы на два с половиной, на три часа стал лучше самому себя. Вот, в общем-то, и все. Аплодисменты. Аплодисменты. Друзья мои дорогие, вы знаете, присядьте. Валерий Юрьевич, подождите, можно я вас сдал? Значит, это было... Ой, давно, столько не живу. Значит, Валерий Юрьевич, еще не был Валерий Юрьевич, худрук там. И всякое-всякое. Артист, он еще был студент 2-го курса. У них самостоятельные работы. И он выбрал на самостоятельную работу под Халюзино «Свои люди сочтемся». Ловит меня в коридоре и говорит, «Нина Алексеевна, вот мы эту сцену взяли, я под Халюзин. Ведь да, под Халюзин здесь покупает липочку». Я говорю, что ты взял? Он говорит, ну он же вот покупает, под Халюзин. Он же под Халюзин. Я говорю, ты что с ума сошел? Он ее любит из памяти. Он говорит, ну как же, он же про деньги говорит, про лавки. Я говорю, а он так любит. И Валерий Юрьевич, тогда еще совсем молодой, студент 2-го курса, он так любил свою липочку. Он на все для нее был готов. Она ему говорит, Купитонов нынче не рисует. Он говорит, а мы букеты не пустим. В этом столько любви было. Вот такая любовь у героя Островского. Вот я вас и сдала, Валерий Юрьевич. Сдаю в ответ. Нина Алексеевна тот редкий педагог, которому можно было сдать экзамен или получить зачет одной фразой. Сейчас таких нет. Мой однокурсник Дима Подберезкин, такой еврейского вида, с кучеряшками каким-то, с губежками, с губежками такими пухленькими. Он приходит сдавать, значит, Островского, Анина Алексеевна, значит, 9.30 утра, начало экзамена. Она говорит, ну, Дмитрий, ну и расскажите мне, вот дневник Остров, дневник Глумова, это вот что это за такая вот история? Вот что это вот дневник? Понимаете, Нина Алексеевна, понимаете, Нина Алексеевна, ну, дневник, для чего? Для чего грубого дневника? А вы знаете, я понимаю, для чего? Вот я сейчас прислушиваюсь к себе. Он нужен для того, чтобы не забыть, кому что собрал. Нина Алексеевна сказала, не продолжай, Дима, это про тебя. Не продолжай. Зачет, зачет. И второй такой же случай, который был на моих же глазах, история МХАТа, со всеми МХАТами, со всеми делениями, разделениями, первая студия, вторая, Вахтанг, ну, в общем, вот, не разобраться, не разобраться. Мрачного вида, мой однокурсник Андрей Барбашов садится напротив Нина Алексеевны, ничего не понимая, вот какая студия и с какой куда пошла. Нина Алексеевна говорит, ну, Андрей, тебе досталась сложная тема, МХАТ, расскажи хоть что-нибудь, хоть что-нибудь, чтобы стипендию-то какую-то получить. Он товарищ из Оренбурга, стипендия крайне нужна, и вот Андрей, тяжело думая, тяжело, понимаете, Нина Алексеевна, вот то зеркало жизни. То зеркало жизни, мы там поскорили, зеркало жизни, да-да-да, зеркало жизни, которое Станиславский и Немирович придумали, запланировали в славянском базаре. Нина Алексеевна так улыбается, говорит, ну-ну-ну, зеркало жизни, и что? Вот у меня вот полное ощущение, что какие-то тролли подняли это, Нина Алексеевна так отрывается, подняли и что? Подняли высоко в небо, как в сказке Андерсона, потом ухнули его на землю, и разбилось это МХАТовское зеркало. И сейчас отражают какие-то мелкие, маленькие. Он говорит, Андрей, это так глубоко. Не мучь меня дальше своими, значит, потугами на знаниях, твой образ зачитывается. Нина Алексеевна, спасибо вам огромное. Классный разговор, классное общение, потрясающие светящиеся глаза. Что может быть лучше и приятнее? Хорошие лица. Ребята, у нас хорошие с вами лица. Все, вы не смертные. Спасибо. 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 Каждому под коллизи на политике.